Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня сезон хорошо, 2020 год, 8 ноября. И я сегодня нахожусь в Кербулак аудану. Ой, извиняюсь, Кербулак не знаю, но Коксу аудану. И это у нас Жетсу область. В этом путешествии я катаюсь на машине Джили Тугела. Его дала мне компания Джили. Вот, изучаю дальше Казахстан, наши просторы, аулы, города. Выезжаю на трассу Алматы-Талдукурган. Нахожусь примерно в 50 километрах от Талдукургана. Выехал из аула Алхавас. Тоже такой небольшой аул, находится очень в живописном месте. Талдукурган, 49 километров. Ну, как я и говорил. Сейчас здесь вот хочу развернуться и поехать в сторону Мукры. Когда ехал сюда, как раз видел указатель Мукры. И интересно вообще, что за аул такой. И что вообще значит данное название Мукры. Буквально второй день катаюсь и проехал 259 километров. Направление на аул Казахстан. И где-то здесь, а вот уже начинается выделенка, идет дорога в сторону Мукры. Мукры, джермази, это шахрам. С левой стороны кладбище. Дорога уходит в сторону гор. Столько раз проезжал мимо данного знака. И вот всегда хотел сюда повернуть. Все никак не было времени или возможности. И вот сейчас, как говорится, я здесь. Дорога, ну, пока что ям нет, но есть ухабы. Наверное, я думаю, это какая-то старая дорога до Талдукоргана может быть. Ну, в плане дальнейшем. Или же, как бы, ну, других вариантов нет. Потому что дальше, в стороне Мукры, как бы, да, находятся другие населенные пункты. Гор Талдукорган. Как бы, можно доехать по официальной трассе платной. Но также можно и по этой дороге проехать. Но мне интересна именно эта дорога. Так как здесь стоит указатель Мукры 27 километров. Местность живописная. Горы. Интересно, данную дорогу кто-нибудь пользуется вообще? Насколько она удобная? Ну, или просто ее не стали ничего не делать с ней. И, как бы, да, и просто она стоит в таком сейчас состоянии. В целом, очень даже неплохо. Даже видно, что местами делали ямочные ремонты. Какая, однако, местность прям горная. На улице сейчас показывает плюс 14 градусов тепла. Вот здесь деревья растут. В этих краях катаюсь впервые. По этой дороге, если честно, даже не помню. Как бы, если это реально старая Талдукорганская трасса, то по ней я ездил. Если нет, если какая-то другая дополнительная дорога, то по ней я еду впервые. Просто совсем не помню эти виды, вот эти горы, что-то. По этой дороге, в принципе, то по ней я ездил. Просто совсем не помню. Продолжение следует... Продолжение следует... к моему удивлению только что встретил верблюдов интересно что здесь кто-то их держит довольно редкость так 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 вижу вижу какую стоянку ого и вправду может это старая талгурганская трасса смотрите что здесь асхана назира такой вот барс есть а там и кенков с что-то кажется припоминаю что ли кажется я здесь катался раньше но это сейчас все выглядит заброшенным по всей видимости здесь больше нет трафика соответственно люди просто закрыли эти бизнесы это наверное старый пост гаи обалдеть как будто в прошлое попал вокруг конечно очень красивые виды пока что не встретил ни одну машину ух ты какая здесь долина красота просто шикарно видно что здесь что-то сажают полностью все таскать пахотные территории лошади также пасутся вот здесь вот высоковольтные линии проходят а там вдали вижу снежные горы наверное это джунгарский алатау 13 часов 13 минут 13 градусов прикольно ну неужели за все это время единственный транспорт встречный да и в целом вообще единственным попутного не было и я так понимаю дорога заканчивается и уже там внизу дороги вижу населенный пункт по всей видимости это и есть населенный пункт мукры здесь вот находится кладбище с левой стороны кладбище большое вон там вдали тоже вижу кладбище аул здесь тоже большой вижу водонапорную башню вышку связи вон там вижу здесь вот право сторонку это памятник что ли не пойму но сейчас вроде дорога идет ту сторону кажется это парк вот так вот так вот так макара озена макара озена река макара а с правой стороны и вправду парк находится здесь находится заправка аз с азмагаз и там вот макара начинается а парк находится вот здесь правой стороны так где-то 2 здесь вон там вроде без 10 в парке есть памятник так висит замок надеюсь открыт ой как хорошо что он открыт это радует потом обязательно все так же закрою вот такой парк ухоженный есть освещение осны аудын сайва бар здесь вот есть надпись есть кельды балпа коблиса аруа га колдасын сонда сенди нормал дадай полосын интересно что данный аул сейчас называется окон калка на карте есть такая отметка вот она везде в аул там где вот аз с там написано макара кому верить тогда скамейки аллея розы растут беседки есть петра и а и и и и Субтитры делал DimaTorzok Екі рет алған Нұрмолда Алдабергенов Еңбек ері атағын екі рет алған Екі рет алған Екі рет алған Надгробный памятник Алдобергенову. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Макара Аула Добавил субтитры DimaTorzok 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 справа поля слева газовые трубы и есть дорога в сторону центра наверное но она не асфальтированная вот есть вот магазин вдоль дороги шиномонтаж есть а жар дакен магазин с левой стороны дороги пою тротуар вот здесь вот есть тротуар а там дальше где откуда еду там уже нет тротуара из этого детям приходится со школы возвращаться по автомобильной дороге не особо безопасно и не вижу дорожное освещение есть вот такого им кафе с и заезд в аул был асфальтированный кафе выглядит не работающим справа поля 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 кажись выращивают кукурузу вот еще один заезд в аул тоже асфальтированный предлагаю сейчас по данной дороге проехать до конца так скажем она же основная можно сказать наверное есть вот еще заправка зс выглядит заброшенным лук ойл впереди вижу пешеходный переход и тоже еще один заезд в аул за новым с новым асфальтом кстати да некоторые до улицы здесь по-новому прямо за асфальтировали это хорошо и рай танк дакена есть вот такая водонапорная башня так едем дальше кажется вот только что где в магазин был это был основной въезд в аул сейчас сделаем круг вернемся и заедем там в аул ой екэмерти социалисты генбекеры нормода алдабельген фатна куши предлагаю вот по этой улице заехать сейчас в аул прямо на там такая мощная здесь вот на выезде из аула есть камеры дорожного наблюдения покидаем населенный пункт макара здесь вот и соответствующие знаки будем разворачиваться и возвращаться обратно странно что на карте отмечен по-другому здесь вот был такой интересный заезд в аул с таким вот памятником на въезде с разделенной дорогой растут вроде сосны это растут дорожное освещение есть есть пешеходные переходы и с этой стороны дороги и с другой стороны дороги тоже видно что по свежему прям здесь положили новый асфальт может быть буквально недавно в эти дни может быть о местная мечеть здесь вот тоже строится похож тоже на мечеть кстати говоря так здесь какие-то госучреждения уже видать центр аула конкретно такой грузовичок вот тут вот вижу парк есть а это наверное меди нет и саябак урна скандеркин жастар саябак есть сцена оказывается там внутри парк такой обновлен есть скамейки освещение рядом с парком есть вроде как это здание коспочты и здесь тоже новый асфальт постелили местное отделение коспочты спросил у местных ребят сказали да это мокро аула так что на карте может быть это неправильная отметка вот мы один это вискен ель виркен ехты кушкен ель территория до памятник боросной мокро ауылды кокругу бойынша 1945-1945 нын шилдары олаутан соусынан кайтпаған азаматтар да сложно снимать с таким светом да сложно снимать с таким светом а 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 и дом культуры своем стесняются говорить на камеру честно. Здесь вот сказали медпункт находится, а там рядом находится местный акимат. Есть старая мечеть, и также строится новая мечеть. А если в эту сторону ехать, то там находится школа. Перед Майденетуе вот такая есть площадка. Тоже скамейки есть. Ну, скамейки старенькие. Их бы уже обновить. По старым данным, здесь в Ауле проживает почти 3000 человек. Есть газ, вода. Сказали, проблем никаких нет. И летом, и зимой. Вода уже все домой заведена. По поводу названия Аканкалка, это говорят, что хотели поменять. Вот примерно, ну, давно уже. Но, видимо, не получилось. Как бы не стали менять на бумаге. А так просто было, так скажем, желание. А так на данный момент также называется Мохараула. Вот здесь вот, где стоит этот грузовик медицинский, там находится местная амбулатория. А здесь рядом, сказали, акимат сельского округа. Ну, такое старенькое здание. В целом, эта мечеть тоже выглядит довольно неплохо. Девочка, — К moreн. Диана, — К moreн. Рэй, — К полーадов meteor Такой хлеб, кребедо, Девочка, — dedушки на��, Игранная энергию, и вливчиком парiledge. Игранная цельномору, откажем... Michелан. Антар mit джедушных видов, которыйivo не испытывали. Жанна-дон месяца он взял трекин. очень даже хороший аул такой рассказали что асфальтировать начали в этом году буквально все улицы там шолпан бебек жай бала бақшасы ал енді машинамен жүре тұрай кауды осында жаңадан асфальт төсепті осы мәден түнгасында мекте бурнасқан кен школа знак школа ограничение 40 трехэтажная так на территории школы тоже есть памятник видимо это и есть памятник ахан калка так школа осталась правой стороны заехал на улицу где еще асфальт не обновили есть вот такое вот старое сооружение разу такую заброшенное о по этой улице тоже укладывают асфальт уже макагали макатаевку часы ооо свежак асфальт а вот стоит асфальтов кладчик не позади дома культуры а здесь правой стороны видимо то пункт полиция так полагаю полагаю такое типичное здание у них обычно однотипные до пункт полиции это вот здесь парк находится жакоб облетаевку часы пескоблок сатлады есть дорожное освещение вдоль улицы сказали что на местных полях выращивают многое кукурузу там как бы пшеницу и так далее в основном большинство держит скот в этих краях тоже дороги асфальтированные домов стало намного меньше справа какое-то поле даже сюда протянули газовые трубы но кажется не все подключились к газу воросбайку часы и конец асфальтированное покрытие о есть теплицы даже еду уже обратно в целом можно так по аулу кататься и кататься как говорится еще на одной улице оказался но здесь вот дом строится так давайте налево немножко если честно уже запутался по аулу но в целом пока что катаюсь по асфальтированной дороге ищу магазин жамбул жабаев кучеса и сатлады бебек жай казгалдак о анар декен что-то выглядит не работающим и что-то и я вот он отсв Nebraska вот вот В целом вот так вот покатались по аулу, посмотрели, что есть. В основном, да, аулы Кен. Выехал на трассу, точнее, до сих пор черти аула, выехал на дорогу, которая идет в сторону населенного пункта Баал-Пахпи. Поеду туда дальше, а потом уже в Талат-Курган. Дорога в целом такая местного значения, соединяет аулы в неплохом состоянии. Теректа аула. Ой, давайте это оставим уже на следующий раз. Это будет в следующем выпуске про аул Теректа. Кафе Са Метео. На этом наше приключение сегодня заканчивается. Дальше будет другое видео. В населенном пункте Баал-Пахпи кажется, это горы Свеклы. Или я могу ошибаться? Я, если честно, никогда не видел такие горы Свеклы, как только что проезжали. Вот, по-моему, Камаз еще везет Свеклу. Видите, сколько? Рахмет, Сауболонездар! Спасибо и до скорой встречи! Привет из Казахстана! Просто красота здесь! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!